Привет, ребята! Сегодня я расскажу про два небольших лайфхака для владельцев гидры. Но даже если у вас нет гидры, всё равно досмотрите это видео до конца. Может быть, они вам тоже пригодятся. Гидра — это очень крутая дека. В ней есть одна очень неприятная проблема. Сейчас всё поймёте. Смотрите, я сейчас делаю хил, и вы услышите один неприятный звук. Смотрите. Слушали? Такой был неприятный звук. Вот этот звук всегда происходит, когда вы делаете любой трюк, и у вас дека прилетает сбоку. Это касается трюков хила, випа. Слушайте вот такой вот звук? Трёхи — то же самое касается, но тем более и киклиса. И всех это раздражает. Всё дело в дропах. Видите? Вот стальной дропаут. И он неплотно прилегает к деке. Видите, здесь два таких вот зазорчика небольших. Так вот, ещё я рассказываю, то что, когда вы делаете хил, к примеру, то у вас дека прилетает сбоку, и вот этот вот дропаут стучится об деку. И получается вот такой вот неприятный звук. Пойдёмте, расскажу, как решить эту проблему. Кстати, хочу чуть-чуть похвастаться. Вчера участвовал второй раз на соревнованиях в Копле. И знаете, какое место занял? Как вы думаете? Я занял второе место. Вот такая вот медалька. Я очень рад, что я получил эту медаль и занял второе место. И ещё получил вот такую вот карточку с Портланд, на которой 30 евро. И я выиграл, мне кажется, второе место благодаря только быстрику. Потому что я сделал с верта бравь-дроп. Может быть, где-то здесь будет видос, как я его сделал. Ну так вот. А линию я тоже сделал хорошую. То есть первую линию я сделал практически всю, только зафейлил случайный бравь-дроп. Слишком сильно переволновался. А вторую линию я сделал очень плохую. Я вначале зафейлил бартвист случайно. Ну и в квотере только бравь-вип сделал и бар. И бартвист. И всё. Это всё, что я сделал второй линией. Но ладно, не буду больше хвастаться. Перейдём к гидре. И для того, чтобы решить эту проблему, нам понадобится силиконовая лента с самосклейкой. Вот такая вот лента. Она, в принципе, не очень дорогая. И её можно купить в любом строительном магазине. Но для начала вытащим дропаут. Пока я буду вытаскивать дропауты, я расскажу второй лайфхак. Я расскажу, как вытащить дропауты, чтобы не снимать колесо. Раскручиваем оську. Вот так вот раскручиваем её до конца. И теперь берём и вставляем вот этот вот пятый шестигранник. Сейчас. Я не до конца раскрутил, походу. Сейчас. Секунду. Всё, я раскрутил. Теперь берём, вытаскиваем оську. И у нас получается так, что у нас колесо было на этой... То есть, вот колесо, да? Она была на этой оське. И теперь оно пришло на эту оську. Точнее, колесо держится вот на этом шестиграннике. Пятом. Теперь нам нужно вытащить вот этот вот нижний дропаут. Теперь берём вот так вот шестигранник. Так вот прижимаем. Конечно, сложно вытащить этот дропаут, но всё равно не придётся морочиться с колесом. Берём и... Опа! Видите? Вытащили дропаут, а колесо осталось на месте. Вот теперь у нас есть вот такая вот дропаут. Теперь самая сложная часть. Это намотать на дропаут ленту. Так, достаем ленту. Видите, она вся вот такой вот обёртки. Потому что она прилипает друг к другу. И тогда получился просто бы какой-то шарик бесполезный. Так, берём. И примерно... Ну, примерно вот столько отрезаем. Так, берём ножницы. Вот такого куска хватит на один дроп. Даже, думаю, можно хоть столько есть. В принципе, там мало нужно. Конечно, кажется, что тут сложного. Просто вот так вот наматываешь и снимаешь плёнку. Но нет. Прикол в том, что если ты сделаешь какой-нибудь вот такой вот маленький, горбатенький, вот такой вот, ну, типа сгиба, то потом это просто очень сложно будет снимать. Всё будет друг к другу прилипать и всякое такое. Так что это нужно делать так же аккуратно, как и с намотками. Кстати, видос с намотками я же говорил. Вот здесь вот можете посмотреть, как наматывать намотки. Они очень крутые. В общем, лучше посмотреть видос, там будет всё подробно. Так. Берём. Чуть-чуть отклеиваем. Так вот, совсем чуть-чуточку. Теперь. Вот получился вот такой вот ровненький дропаут. По поводу краёв не беспокойтесь. Мы их сейчас просто срежем. Берём вот такой вот ножик. Аккуратно с ним не играйтесь. И берём так. Вот здесь вот, видите, мы вот так вот режем. Очень аккуратно. Аккуратненько. В общем, вот так вот обрезаем. Если у вас не получается, мне тоже было сложно, то попросите у родителей. Они вам помогут. Наматывайте второй дропаут. И ставьте оба дропаута на место. Сразу говорю, вставлять обратно дропауты на место будет тяжело. Но нам это и надо, чтобы они сидели плотно. Советую начинать вставлять дропаут с внешней стороны. А потом внутренний. Так будет легче. Ну а сейчас поехали проверять. Ну что, мы на улице. Теперь давайте сделаем хил. Вы слышали какой-либо звук? Нет. Давайте ещё раз даже проверим. Нету никакого звука. Лайфхак работает! В общем, ребята, всем удачи, прогресса. Надеюсь, вам этот лайфхак помог. Я его сам придумал. Я честное слово говорю. Я его сам придумал. Очень долго делал этот видос. Очень сильно старался. Ну в общем, всем удачи, прогресса. Ну а я поехал кататься на самокате. Субтитры сделал DimaTorzok